Привет, привет, мои хорошие! Рада вас приветствовать! Сегодня такой день просто невероятный. Я настолько на сегодня запланировала, но пока не знаю, что сегодня получится сделать. Сегодня еще надо будет на собрание к Диане ехать, к Артему и к Анюте. Как это для всех разорваться? Это, конечно, вообще корово плохо, когда у тебя дети учатся в разных школах. И как все это будет, не знаю. Все это вечернее время и практически прям у всех рядом. И сегодня хочу еще сделать холодец. Давно я его не готовила, очень давно. Купили рулечки и покажу вам, что у меня получится из моей затеи. Дедушка у нас тут приехал, привез всякие всячины. Здесь что? Картофельнички. Ой, мама тут уронила. Ага, спасибо тебе большое. Попробуем йогуртов, мороженое, сникерс. Это что такое? Такой даже не видел в белом шоколаде, что ли? Что-то одно помялось. Что-то дедушка поскидывал сюда все. Сразу и сок. Да, в белом шоколаде. Что-то он так поскидывал, глянь, мороженое, вся помялась. Да? Ох, сколько конфет, да, мам? Вот моя любимая. Это твои любимые, да. Мороженое, сыр. Ну, тут все, как вы любите. Сыр мою. Мармеладки, да? Смотри, какое печенье красивое. Дедушка как вас побаловал, да? Мама, вот моя, вот моя любимая. Да, 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 да. Все. Сейчас давай мороженое потом берем, сейчас кушать же будем. Ага. Купили мы рульку. Такую вот, она у меня каждую ночь разморозилась. И ножки. Сейчас поставлю в холодец варить. Очень хочу кладиться. Такую вот. Сейчас поставлю вариться. Я в холодец не варила уже, бог знает, сколько времени. Сварила холодец, разложила уже мясо. И в бульон я добавляю красный болгарский сладкий перчик, чеснок добавляю, солю немножко больше, чем на вкус, потому что, когда он застывает, потом получается, что не соленый. И буду потихонечку это все заливать. Если честно, я уже так давно не делала холодец, реально давно. Я прям даже... Мам скажу, что я звонила маме, уточняла, сколько варить, что-то у меня. Мне мама так смеяла, говорит, так сам, ну ты чё? Ничего, реально давно не делала? Надо сделать, говорю. Чё-то заехала, взяла тут эти ножки, эту рульку, именно на холодец. Потому что Рома несколько раз смотрю, покупает холодец в магазине. Думаю, зачем он его покупает, если я его могу сделать. Будет ничуть не хуже, я так думаю. Надеюсь. Но все равно там в покупном, здесь мясо у меня вон кусками, а там волоснёй какой-то. так сказать, одно название. Я так думаю, что, наверное, бульона у меня много. Ну, главное, вкуснее, когда мяса много, да? Бульон останется. Не знаю, может заморозить его, конечно, потом. Не знаю, подумаю, что с ним сделать. Вот такое желе получилось. Холодец. Вообще супер. Очень вкусно. Я даже сама не ждала, что так вкусно получится. Вообще класс. И оно, главное, само по себе, не мутное, а прозрачно. Почему-то вот на камере не видно. А так вот оно, ну, классное. Мне очень понравилось. Сейчас приехали на собрание в школу. Здесь учатся Диана и Артём. Вот. Так вот у них зелени нету. У Ани, вот там, когда заходишь в школу, так много цветов, много зелени и окна. А здесь получается, что кабинеты с той стороны с окнами и там. Так как-то тускло очень. сейчас приехали, мы тут вкусно покажут. Вот такая тут база. здесь коровки. Здесь коровки. Тоже здесь коровки. все сделано. Отдыхание. Сегодня здесь прохладно. Стены холодные. Да? Вот эта девочка стильная. Должна будет оттелиться. Ох, сколько тут козочек. Это бараны же, господи. Ну, половина, подожди. Вон козочки. Вот козочки. Что-то я уже туплю. Там бараны. О, это вот-вот окотится. Вы прямо так и не ходите к оттопке, Ага, такие пушистики, да? Смотри. кордяки. Смотри, какие-то классы. Вообще колосневые. Вот рыжие пепарные. Ага, козел даже с ними, смотри, бродатый. Там она у него теленок может поток упасть. Козы не боятся, да? Овцы боятся. Ага. Ну, они же трусливые такие. Боим, они прямо матерятся, с ними будут. Ну, ничего страшного. Козы заберем, ничего. Рогатые козы такие противные. Какие противные рогатые козы. Вообще никому не советовал рогатые козы. Вот это столико бывает твоей жены, подруга есть, Татьяна. Вот Игорь, козел, вот этот я привез. Ну, вот этот смех колонный. Да, да, смех колонный. Я его привез. Ну, они ничего не говорили, я позвонил, то ли, не беспокойся, все отличная жизнь. Одна-две козы покрылись, так что нормально. Покрыл он две козы? Две покрыл уже, да. Вот там молодой козы что-то с глазом, да? А? У козы одной с глазом что-то случилось. Вон она, вон она, самая дальняя, вот белая, что-то с глазом, с глазом. Воспаленный глаз. вон она, я дальнюю не присматриваю, может быть, они туда, лезут куда не надо, вон туда, дырки лезут. Лисян, смотри, как здорово сделано, вообще удобно, для коз самое то. Мы же тогда смотрели, для овца хотели, как уже сделано. Вообще идеально, да. Молодцы, что-то. Туда дырку залазили, там как будто кошки, да, в пищевую сделали. Здесь еще одна такая комната. Выкуп хозяйства заброшуя у людей. Сейчас мы собрались. Там у нас Танюшка. Сейчас поедем Романа забирать с работы. И у меня сегодня в Озон пришла вешалка, такая напольная. Мне очень нравятся такие вешалки. У нас уже такая будет третья в доме. И реально удобно. То, что все вещи висят. И, на мой взгляд, она не портит никакой вид внешней комнаты. Особенно некоторые, я смотрю, там еще развешивают по цветам. Вообще здорово смотрится. И мне так порадовало. Представляете, я ее взяла за 1880, но она без колесиков. У меня даже не третья, а четвертая она будет. Потому что у нас еще в коридоре. Под верхнюю одежду тоже такая стоит. Но она прямо хорошая, дорогая. Мы ее добрали что-то за 7,5 тысяч. И там такие колеса надежные. То есть для верхней одежды она самая то. Эту, она такая устойчивая, на мой взгляд, показалась на фото. И вот хочу ее взять. Где-нибудь здесь вам вставлю фотку, покажу, как она выглядит в собранном виде. И меня, знаете, что порадовало? Я ее взяла за 1880. Сейчас захожу, она 2,5 уже стоит. Думаю, классно. Нам повезло, что мы ее так взяли. И вот она сегодня пришла. Я сначала думала, сама заеду, получу. Потом думаю, не, наверное, я ее не допру. Она будет тяжелая. Поэтому сейчас надо будет Романа забрать. Мне еще час работает. Она, обычно, очень-то поздно работает. Сегодня я попросила вам, давай как-то пораньше, чтобы мы смогли успели до 8 часов забрать ее. Ну, сейчас поедем. Так. И поехали. Здесь у нас так темно. Плохо, там мусс тоже нету этих ламп. Вообще темно. Потом туда дальше, уже ближе к городу, конечно, пойдут лампы. Все, заехала, забрала рамульку. И сейчас едем в Азон. Половина. Надеюсь, успеем забрать все-таки вешалку. Хоть туман, да? Что-то было с утра минус 17. Ну, у меня пока на машине показывают. Сейчас показывают минус 25. Перепады, конечно, ох и ах. А завтра будет минус 35. Перепады, конечно, с отцом разговаривали. Но встретиться с ним где-то, пересечься? Нет, мы в Азоне уже были. Сейчас съедем к вам. Вы где? Да. Приехали с Романом сейчас к папе в гости. Зайдем, посмотрим, как у него сейчас там дела. Говорит, зайдите на масленицу, на пленение. Ну, мне, конечно, по делам надо к нему. И заодно чаю попьем. Стояли мы, значит, звоним в домофон. Никто не отвечает, никто не отвечает. Потом такая девушка. Извините, нас нет дома. Приходите к нам в другой раз. Я такое, кстати, еще ни разу не слышала домофона. Что, у нас-то домофона нет? Мы такие уже пошли, сели в машину. И все, потом папа перезванивает. Давайте идите назад. Что-то случилось. У них тут экономия электричества. И вот движение срабатывается и отключается. Еще у них классный, у них подъезд. У них на один подъезд получается. А сделано ТСЖ. Много всего, конечно. Держись. Ох, какая тут красота. Тельпанчики. Да, очень красиво делает. Ленчики вот удачно красивые настряпали. Да ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...